ШУРФ И сигнал просто бомба! Смотрите какой красивый отпечаток и смотрите что это у нас звезда серебро 50 копеек 1922 год вот это да вот это первый сигнал огонь Блин вообще ребят смотрите какой довольный он чемпион чемпион то что он нашел то что на шурфе очень тяжело найти в хорошем внешнем и целом виде смотрите какая тадам такая вот огромная бутылка с царской символикой аптека блин это вообще грубо говоря бомбочка вылетела Смотрите нашел в первый раз медаль с колодкой то есть все на месте И так ребят находка крупная монета вообще крупная я уже вижу отсюда может быть пятак 24 или же какой-то царь огромный Это ребята катин пятак и на первом штуке лопаты выпала вот такая вот диковина факт том что здесь прорисовывается буква а Александр Ребят сегодня на этом шурфе собрались одни фартовые и сегодня пока с большим отрывом оторвался Женя почему выкопал он кусок вот кусок смотрите кусок железа оттуда вон чех центральная часть створки и так ребят нашли новый фундамент монеты пошли сразу но монеты Женька ворчит недовольный шестидесятый семьдесятый восемьдесят восемьдесят пятый да последний Жень в общем не очень интересные монеты ворчит ворчит как старый дед но наворчал ребят наворчал Женек себе монету и это сегодняшняя снова сенсация снова грандиозная вон там вон фундамент где подняли две копейки две монеты по копейке двадцать пятого и среди советских монет шестидесятые восемьдесятые года вышла очередная сенсация Женька уже танцевал между прочим танцевал спать он перехотел в общем на пенечке вот она красавица лежит это третья монета третий коп подряд третий коп подряд ребят повторяю третий и третья монета тысяча девятьсот двадцать пятого года копеечка вот так вот ребят кто ищет ворчит и всегда находит Женя танец будешь делать? танец это белых лебедей тогда не дам будет у меня шестая ребят шестая ладно кстати идет она еще ребят разновидность серп молот куда смотрит север ниже север выше и она может уже стоить на порядок выше такая монета сейчас в каталоге числится как восемь тысяч рублей цена немножко упала ну и сохран вроде неплохой неплохой мои поздравления чемпион чемпион а Михалыч сегодня чемпион по количеству монет наковырял такую кучу всяких монет только я один бедный такой сиротка всего у меня катин пятак и полтинник звезда и все на этом у Михалыча две монеты двадцать пятого года у Женьки одна монета двадцать пятого года а я сиротка такой бедненький ладно буду искать свою возле этого пенечка может что и найду и так ребят приехали мы в одно местечко в общем сейчас нашли очень старый древний дом и мы сейчас вот с ребятами зайдем посмотрим что здесь вот тут зверюги бычков пасут вот и хотим зайти в один старый дом очень старый дом полов там нету местный пастух здесь все снял вот они доски и ох какой древний ребята смотрите какой древний да ну нафиг сейчас что то интересное здесь явно будет офигенно офигеть чё чё я хочу сначала в дом зайти а потом общим планом ух ты ух ты да ну нафиг офигеть а здесь а здесь михалыч шуфру шуфленая вот в таком вот внешнем виде прикиньте дом вообще древнючий находится в такой о ничего себе офигеть красный угол ребята целы вот вот смотрите это советского времени это уже подустало офигеть пластинка это вон это хозяин здесь выдергивал полы вон Михалыч уже звонит что то поймал 78 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 Че? Хрен знает че, да? На ручку гостя нашли? Не, на ручку, говорят. О, здесь ласточки, смотрите, ласточки летают. Гнездо здесь у них. Вон ласточки. Офигеть, дай в такую глушительную стоит дом. Ну, не знаю, сейчас я, может, тоже прибор возьму, внешний план сейчас вот вам покажу. Тоже сейчас, ребята, прибор возьму свой. Тоже немножко здесь задержимся. Ну, домик прям, прям огонь, ребят, просто огонь. Здесь всего-навсего два дома осталось, ребят, два дома. И этот дом. И еще там в тех кустах и фундаменты. То есть это была, возможно, вымершая деревня. вот такой дом. Сейчас возьму, ребят, прибор и посмотрим, что можно найти вот в таком вот старом домике. Ох, дом просто шикарный, ребят. Обязательно сейчас проверю, что в нем может быть. Блин, полно бычков здесь. Боюсь, боюсь больших зверюк, которые больше меня. И так, ребята, в том конце дома пацаны говорят, что нашли клад. Но что-то эмоций от клада, от выкопанного маловато. Сейчас мы посмотрим, что там за клад такой. Эмоций мало, но говорят, клад. Шутят? Нет? Ну, посмотрим. Так, клад. Где ваш клад? Где тут? Вот этот клад? Смотрите, сколько, ребят, чего-то. Это свинец. Сколько сейчас свинец килограмма? Сто рублей? Смотрите, сколько свинца-то накопали. Такие, я не знаю, это не плавленое, это что-то какое-то цельное. Смотрите, лезут и лезут, лезут и лезут. Клад свинца. Вот, вот была царская бутылочка. Вон еще одна, вижу отсюда, Михалыч. Все, что ли? Это ваш клад и все, ребят, и все. Вот это клад. Ну, все равно, это заначка, самое главное, была прикопана. Ну, да. Значит, что это, может быть, действительно, посчитать за кладом. Дешевый, но клад. Ладно. Я там попытался, ребят, зашурфиться. Пробные копки просто делаю. Сегодня съедем с копа. Коп у нас шикарный получился. Серебро крупное. Царская медь крупная. Так что это, ребят, зайдите, посмотрите на предыдущий выпуск. Ну, а сейчас стараюсь здесь вот что-то выкопать. Хоть одну монету. Посмотреть, есть смысл здесь копать или нет. Жалко, крыша обвалилась. И основная масса засыпки, которая была на крыше, вон, видите, какая она? Она, конечно, упала и засыпала. Вот я сейчас пытаюсь, попытаюсь здесь вот что-то выкопать. Засыпка здесь половая очень глубокая. Ладно, поживем и видим, что здесь получится. При разбирании полов мы находили вот такие вот вещи. Ладно, посмотрим. Итак, ребята, по соседству там еще один дом стоит. Там сейчас Михалыч прозванивал. Михалыч нашел там что? Какие годы? Какие годы? И так, шарик. Девятых, пятнашка, 73-й годы. Ничего себе! Вот этот дом до 73-го года существовал. А, зайдем, посмотрим. Он ему попытался прозвонить все верховые. И вот такой, смотрите. Раз, два, три. Четыре на четыре дом. Но безрезультатно. Основной дом 4 на 4, может быть, 3 на 4. И еще один вот здесь вот пристрой. Вот такой вот дом. Так. Вот так вот, ребята, получается. Вроде дом, должны быть монеты. Но их нифига нет. Печально. Бывают шурфы закладывают. А монет нету. Говорят, все есть, а монет нету. Вот в данном случае не шурфленый дом. И, к сожалению, тут монет тоже нету. Ладно, Михалычу я верю. Он специалист. Так что я сюда даже заходить не буду. С прибором. И что-то выискивать. Может, соседний дом еще есть. Ну, судя по этим кустам, здесь, наверное, в свое время тоже был дом. Ой, такие заросли, блин. Пройдем? Нет. Должны. Должны, где нам не пропадало, пройти тут. Фух, даже не знаю. Сейчас посмотрим, что с пацанами делать будем. Либо пойдем дальше. Либо закончим на сегодня куб. Как-никак. Сегодня у нас шурф был. Классный. Вот так вот. Что нашел? А, сейчас идем. Там местный наш знакомый. Нам монетки притащил. Советские. Которые он нашел в баночке. Сейчас мы посмотрим. Что там, Михалыч, интересного? Да я без очков, блин. Их так, смотри. Что, много же? Склад. Склад. Еще один клад. Ух ты. Советики, бля. А в чем они? Они зубная паста и порошок, короче. А зачем? Я думал, чтоб не заржавели. Они у меня были такие заржавешие. Я взял туда насыпку, короче. Ну, чтоб как-то, бля. Хранились даже. Ну, советики. 61-62-го года. Они вообще ничего не ставят? Вообще ничего. Номинал только. Своему номиналу. Ну, там, подкапливать что-то, да? Куда-то? М? Ну, кто-то собирает их, короче. Нет. Эти монеты, вот эти вот. Вообще. 2-5 рублей в лучшем случае. Если, конечно, есть какой-нибудь раритет. А так, в целом. 20-й год. 20-ка. Вон еще 2 рубля, смотри. 2 копейки. 2 копейки. Ну, это фигня. Здесь ничего интересного нет. Вот так. Вот так. Свинец забрал, что ли? Ну, берите их себе, что ли. Да возьмем, ребятишки, пускай вам. Молит нахуй, смотри. Итак, ребята, рядом с двумя цельными домами находятся еще фундаменты. Вот этот фундамент кем-то разрабатывался, но брошен. До конца его не добили. И вот сейчас пацаны посмотрят, что там может интересно найти. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Конечно же, обзором по традиции. Накопали, в принципе, сегодня тоже неплохо. Сколько? Ну, монета 40-50. Это точно. На обзоре все увидите. Есть сегодня и у нас очередные бомбы, сенсации. Сами видели, да? Копеечка 25-го. 50 копеек. Звезда. Складень. В общем, сегодня тоже порадовал шурф. Хотя, некоторым сегодня было в тягость, тяжело. Комрад отмечал день рождения своего сына. Вот. Юбилей. И через силу он с нами сегодня покопал, пошурфил. Вот. Измазались сегодня как черти. На речку не заезжали. Металлолома много еще наковыряли. В общем, чё говорить. Пошлите смотреть находки. Ну, а по находкам, ребята, у нас сегодня тоже получилось неплохо. Вот такое вот количество монет. Считать тяжеловато. Но, хочу сказать, большая часть сегодня совет не то, что было в прошлый раз. Начну что. Шмурдяк. Ничего интересного. Значки. Значки. Всякие такие советы. Ничего интересного. Советы, советы, советы. По меди у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И одиннадцатый медиак. Михалыч потерял. Бля. Трешка двадцать четвертого. Послушал меня. В карман положил. И видно, как-то неудачно. Что интересно по меди. Катин пятак. Классный. Рельеф высокий. Почистится. Будет бодрый. Дальше. Пятак. Убитый. Игровой. К сожалению, затертый. Так. Трешка двадцать четвертого. Сохран-класс. Двушка двадцать четвертая. Большой нарост. Монетка есть еще вот такая вот. И это у нас денежка. Тысяча восемьсот. Какой мы там говорили. Пятьдесят шестой. Денежка пятьдесят шестого. Три копеечки. Тысяча девятьсот. Какой там. Четырнадцатый. Какой. Четырнадцатый. Четырнадцатый. Мне показалось. Семнадцатый. Чуть это. Сердечко не ёкнуло. Так. Тысяча восемьсот девяносто восьмой. Трешка. Двушка двадцать четвертый. Самый, наверное, приятный. Сохран из сегодняшних монет. Копеечка царская. И бомбы. Наши сегодняшние бомбы. Вот такая вот. Что это? Пожалуйста, напишите. Датируйте. Может быть, морская. Адмирал. Или что? Медаль. Немножко отошла. И здесь силуэт у нас. Сталин, Ленин. Классная, зачетная. Первый раз нахожу в таком состоянии. С планкой. Так. Следующая. Бомбочка. Пятьдесят копеек. Тысяча девятьсот двадцать второго года. Классная. Крупное серебро. Следующая. Вот такая створка у Евгения. Вот. Жень говорит, я не знаю, что с ней делать. У тебя руки есть. Сделаешь из нее добротный вид. Так что Жене огромное спасибо. Да. Ну и также Евгения. Сегодняшняя бомбочка. Это одна копейка 1925 года. Сохран хороший. Очень хороший. Так что Евгению сегодня фортануло. Хоть он сегодня и болел. Не особо много чего интересного выкопал. Обычно он фортовый. И копает очень много находок. Сегодня он болел. Скромный. Вот. А следующий наш фортовый. Михалыч, к сожалению, сегодня ничего сенсации не откопал. Но в следующий раз. Да, Михалыч? Наверно. Наверно. Представляете, три копа подряд у нас выпадает. Копеечка 1925 года. Очень редкие, очень дорогие. Но оказывается, не у нас в Самаре. У нас они лежат в каждом фунде. Ха-ха-ха. Да, Михалыч? В каждом фунде у нас вот копеечка 25-го. Ладно. На этом и все, ребята. Блин. Ну, еще одну, ребята, бомбу. Пацаны подсказали. Блин. Особенно хозяин говорит о бутылку. Да, ребята. Про бутылку я забыл. Смотрите, какая огромная. Какая огромная бутылка. Символика. Написано аптека. И здесь английские тоже. Тоже аптека. И символика царская. Я такую бутылку первый раз в таком виде держу. У меня такая же есть аналогичная, но она в два раза меньше. А это просто огонь. Пол-литровая, да? Это в аптеке было. Я не... Может быть, спирт. Может быть, спирт. Ну, классная находка. Вообще огонь. Вот такая вот классная, сенсационная находка у нас порадовала сегодня. Повторюсь еще раз. Бутылочка классная. Женина. Складень классный. Женин. Копеечка двадцать пять. Женин. И у меня буковка А. Медалька. Полтинник. Потом крупная монета. Это Екатерина. Катин пятак. Ну, остальное медь там. Лабуда и все остальное. Короче, вот так вот получилось, ребята. Итак, ребята. Вторая часть подходит к моему завершению. Если кому интересно, какая у нас была первая часть, можете посмотреть предыдущее видео. Там шикарные находки. Ну, а сегодня прошли по домам. Посмотрели. Можно чего интересного найти. И нашли там клад. Клад небольшой. Несерьезный. Но все же чья-то заначка была найдена в этом доме. Ну и все. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова